Неделя была буквально разорвана пополам праздником 8 марта, потому, наверное, не случилось ничего существенного и грандиозного в республике. Тем не менее, мы собрали для вас все самые важные события, и сегодня о них поговорим. Но во первых строках, в самом начале, хотелось бы поправить самого себя. Я говорю о том, что в четверг, в минувший, в эфире программы «Аспекты» мы говорили об Ашпирте и упомянули о том, что депутат Уфимского горсовета и известный бизнесмен Артур Хазигалеев был директором торгового дома «Башспирт». На самом деле, это не так. Тут нас с Дмитрием немножко занесло. Артур Валерьевич не был никогда директором торгового дома «Башспирт», и все те удачи, которые постигли его в связи с деятельностью торгового дома «Башспирт» тогдашней итерации Ногумановского разлива. Все эти удачи постигли Артура Валерьевича совершенно случайно. Судя по всему, совершенно случайно были заключены вот эти контракты на аренду вот этого домика на Ленина на 200 с лишним миллионов рублей. Совершенно спонтанно и случайно господин Гарипов, аффилированный с Хазигалеевым, бизнесмен, получил тоже самый контракт на аренду этого склада. Где-то в пригороде Уфы чуть ли не на полмиллиарда рублей. В общем, все это было само по себе. Директором Хазигалеев в то время не был. Вытащив на свет Божий из смрадного и матерного бытия в администрации Ишимбая своего то ли родственника, то ли давнего друга Азамата Абдрахманова, Хабиров понял, что это была, пожалуй, большая ошибка. Монстр абсцентной словесности Азамат Абдрахманов категорически не тянет работу в правительстве Республики Башкортостан. Напомню, Хабиров сделал этого своего дружка целым вице-премьером, да еще и руководителем аппарата правительства. И вот на минувшей неделе Хабирову пришлось принимать экстренные меры по укреплению и поддержке этого своего неудачного протеже. И речь идет о том, что Хабирову пришлось расширить штат правительства на 6 единиц. На 6 единиц. И все эти 6 единиц станут замами вот этого самого Абдрахманова. Представляете, такую армию заместителей. Видимо, Ради Фаридович полагает, что если он наберет головастых помощников и заместителей для Абдрахманова, выглядеть тот будет более пристойно и вот, ну как бы, со стороны будет казаться, что он чего-нибудь там работает. Хотя по отзывам работающих в Белом доме сотрудников и высокопоставленных чиновников, по отзывам этих людей Абдрахманов не способен ни на что, кроме интриг и употребления элитного иностранного алкоголя. Напоминаю, что программа наша существует исключительно за счет наших зрителей, за счет тех пожертвований, которые вы делаете на наш расчетный счет, а это, к сожалению, единственный способ нам помогать. И потому призываю всех наших зрителей и подписчиков еженедельно, например, по субботам или по вторникам, перечислять нам незначительную сумму 100-200 рублей, которые точно не подорвут вашего бюджета, но при этом очень помогут нам существовать, делать наши передачи и радовать вас актуальной информацией. Что-то вроде подписки на журнал или газету. 100 рублей в неделю – это даже меньше, чем чашка кофе. Все четыре с половиной года правления Хабирова в Башкирии очень много говорилось и писалось о его непомерных тратах, запросах и аппетитах. Тут и какие-то шикарные, совершенно неимоверные банкеты. Тут и частный вертолет, тут и перелеты джетами в кожаных белых сидениях с друзьями в Сочи. До сих пор точка не поставлена в этой истории. Тут и подарены неведомо по каким причинам элитный японский внедорожник. В общем, и мебель, и все-все-все. Ради Фаритович, как пишет в московской прессе, живет в условиях сурового, тяжелого люкса. И ему уже, кстати говоря, ставят это в вину в высоких московских коридорах. Но на этой неделе опять стало известно о каких-то совершенно чудовищных и несуразных тратах на содержание Хабирова. Напомню, что в прошлом году Хабиров нам обошелся в полмиллиарда рублей. Так вот, на этой неделе стало известно, что бюджет Республики Башкортостан только на бензин для автомобилей только Хабирова тратит 140 тысяч рублей в месяц. То есть 4600 рублей ежедневно без выходных и праздников. Получается, что даже с учетом колоссальной прожорливости огромных восьмицилиндровых двигателей автомобилей Хабирова, перевозка его драгоценного тела обходится только по суше примерно в полтора миллиона рублей в год. Это примерно. И ежедневно он должен проезжать при подобных раскладах около 450 километров только на автомобилях, расходуя в среднем 88 литров бензина в день. Ну, по-моему, наивного Хабирова опять обнесли подчиненные. Потому что какой бы там ни был крузак с 5-литровым двигателем, какой бы там ни был Мерс с 6-литровым двигателем, но не получится каждый день сжигать 88 литров бензина и проезжать 450 километров ежедневно без выходных и праздников. Тут, конечно, Раде Фаридовича реально обнесли. Спустя почти ровно год после задержания предъявлено окончательное обвинение собственнику-учредителю и руководителю группы компании «Госстрой» Кириллу Владимировичу Бадикову. Не только ему, но и его подельникам, некому Игорю Тюрину и Павлу Степанову. Этой веселой троице вменяется обвинение в мошенничестве по статье 159 части 4 в особо крупных размерах на сумму 2,3 миллиарда рублей. Колоссальная цифра. Дома, которые строил «Госстрой» на данный момент недостроены. 800 дольщиков пострадали. Степень готовности домов компании «Госстрой» на данный момент от 18 до 54%. Некоторые из этих домов рискуют попасть в категорию недостраиваемых. В том смысле, что время и природные условия разрушат конструкции, и их достраивать будет нельзя. Но похоже, что Кирилл Владимирович не раскололся, своих покровителей во власти не сдал. И скрытых капиталов следствию не выдал. Потому вот такое вот жесткое обвинение. Обвиняемым грозит на данный момент по этой статье до 10 лет колонии. Ситуация, в принципе, аналогичная той же, что случилось и с господином Комлевым. Это Миловский парк. Ни один чиновник Дмитрием Комлевым выдан не был. Ни один чиновник в его деле не фигурировал. И Комлев чалится, как говорится, в одиночку. В колонии в Пермском крае он бывает срок в 9 лет, который окончательно был утвержден не так давно Верховным судом и оставлен в силе. Согласитесь, практически невозможно было бы, наверное, ни Комлеву, ни Бадикову натворить то, что они натворили. И бесконтрольно не достраивать дома и обманывать этих несчастных, обманутых дольщиков, если бы не пропустительство чиновников и в Министерстве строительства, и в мэрии, и в надзорных органах. Ну, я вот не могу лично поверить, чтобы никто из чиновников не был причастен и не кормился из рук вот этих вот товарищей, того же Бадикова и того же Комлева. Однако, повторюсь, ни один из чиновников в процессах не пострадал, не был призван к ответу, и это довольно странно. Но в связи вот с делом Бадикова, в связи с завершившимся делом Комлева, мы, конечно, с нетерпением ждем и аналогичной суровости от судов и следствия в отношении, например, господина Беляева и Кучербаева. Потому что суммы там тоже фигурируют немалые, тем более, что граждане эти были министрами и целыми вице-премьерами, и, соответственно, вина их должна усугубляться в соответствии с их должностными позициями во время их работы. Так что вот ждем теперь не меньшей суровости от следствия и суда в отношении вот этих тоже богатырей. В последнее время практически ничего не слышно, да и давно, пожалуй, ничего не слышно о деятельности, и тем более о результатах деятельности Совета по правам человека Республики Башкортостан. Этот мертворожденный ребенок, читы Мурзагуловых-Хабировых, уже давно не подает признаков жизни, но на прошлой неделе стали известны детали бедственного положения председателя Совета по правам человека Республики Башкортостан Зульфии Гайсиной. Вот уже несколько лет эта пламенная борцуха за права человека пытается стать банкротом, как физическое лицо, не желая возвращать долги и занятые деньги. 26 февраля 2021 года она судом была признана банкротом, и суд назначил процедуру реализации ее имущества в пользу кредитора. Там какая-то очень уж некрасивая была история с тем, как Зульфия Гайсина то ли получила деньги, то ли взяла взаймы деньги в кассе застройщика «Интеграл», собственно, с которым она в тот момент и пламенно боролась, защищая чьи-то там права. Как-то, знаете, так вот очень скользкая была история. Детали ее мы сейчас не будем обсуждать. Так вот, вернемся к банкротству. Суд назначил реализацию имущества Гайсиной, чтобы погасить ее долги. И, о чудо, имущества почти не оказалось. Ну, есть какой-то побитый Ниссан 2014 года, не самой престижной модели, в общем, стоимость его там ничтожна. У Гайсиной нет счетов, нет недвижимости. Все квартиры и дома чудесным образом давным-давно были переписаны на родню, что, кстати говоря, подвергалось оспариванию и сомнению в том же самом арбитражном суде, где она проходит и проходила процедуру банкротства. А теперь из документов арбитражного суда, которые нам доступны, стало известно, что Гайсина слезно просит суд прекратить вообще дело производства по этому банкротству, и причем по совершенно трогательной причине. Она должна теперь за услуги ЖКХ, при том, что у нее нет ни дома, ни квартиры, за услуги отопления, горячего водоснабжения, капремонт и прочие коммунальные услуги аж 452 480 рублей. Ну, еще там плюс долги по мелочи. И вот на этом основании Гайсина просит прекратить дело производства о ее банкротстве. Ну, собственно, я не знаю, почему юристке Гайсиной показалось, что она чем-то отличается от остальных граждан Российской Федерации, и вот у нее есть такая уважительная причина, и теперь банкротство должно быть вообще полностью прекращено, и все, нужно забыть эту историю. Во-вторых, как бы при таких долгах в пору повторное банкротство уже назначать, что, кстати говоря, запрещается законом. Это уж я так пошутил. Собственно, суд отказал Гайсиной в этой просьбе, причем по причине того, что она не смогла грамотно осуществить все юридические действия, предшествующие законной подаче подобных прошений. Ну, вы же понимаете, Гайсина же она юрист, да? И, соответственно, она очень гордится тем, что она училась у Радио Фаритовича. И вообще, это, по-моему, главная ее удача в жизни, что она успела поучиться у Радио Фаритовича. Ну, вот такие вот юристы у Радио Фаритовича получались в итоге. В общем, отказал суд ей. Ну, вообще, я обращаюсь здесь персонально к главе республики. Дорогой Радио Фаритович, дайте уже своей любимице какую-нибудь денежную должность и какую-нибудь полянку с сочной травой. Ну, истомилась Зульфия Арифовна вот в своих долгах, как в шелках. Она ваша верная прислужница. Уж чем-то ее хотя бы там наградите, только, ради бога, не орденом Салавата Юлаева, а действительно какой-нибудь хорошей, жирной, такой наваристой должностью. Она, правда, давно об этом мечтает, а вы как-то ее все время обходите стороной. В общем, пора уже выдать ей какую-нибудь награду. Власти республики и Уфы, сцепив зубы, ждут милости от природы. Ждут, когда ранняя весна растопит снег и лед и снимет с них все обвинения в нерасторопности, непрофессионализме и хищении средств, отведенных на уборку населенных пунктов. Народ у нас, конечно, отходчивый. Народ у нас не злопамятный. Забудут быстро, простят и поймут. К тому же, мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, еще и из кожи вон лезет, чтобы развеселить и порадовать горожан. Например, на минувшей неделе он в камеру бодренько катался на беленьком чистеньком снежку и приглашал всех последовать его примеру и кататься на лыжах, пока таковая возможность есть. На мой взгляд, это, конечно, глум и издевательство в том смысле, что люди тут ломают ноги в этом снегу, а этот развеселый юноша гоняет на лыжах и ни о чем не беспокоится. Тем временем, снежная и ледяная стихия продолжает наносить весьма ощутимые удары по жителям Республики Башкортостан и Уфы. Уфа, Рабкоров, 7-1. Снег рухнул с крыши и перевернул автомобиль. Та же улица Рабкоров, но уже 12. Рухнула крыша дома. Жильцы утверждают, что рухнула она под весом накопившегося снега и что они целый год, всю зиму вернее, просили убрать этот снег, и снег не убирали ни разу. Перекресток Цюрюпа-Чернышевского. Снег сошел с крыши, упал на автомобиль и травмировал водителя, который находился в салоне. Водитель госпитализирован с сотрясением мозга. Вообще, на машины на этой неделе падало очень много снега и льда, и не только в Уфе, и в Стрель-Тамаке, и в других городах. Это огромный ущерб, который приумножается. Мы уже считали ущерб о том, что люди опаздывают на работу, это экономический ущерб, а это прямой ущерб. Кто платит за этот сошедший снег, совершенно непонятно. Я думаю, что пострадавшим и потерпевшим будет очень сложно получать компенсацию, потому что тут надо все это будет доказывать в судах, да оценка, да прочее, прочее. Конечно же, мэрия будет сопротивляться изо всех сил. И даже несчастные уфимские монстры, так называемая семья монстров на проспекте Октября, стоят по пояс в снегу и даже, по-моему, немножко меняют свой ужасный цвет. В общем, конечно, все это похоже на некий апокалипсис, но жители в отчаянии пытаются привлечь внимание городских властей в Уфе, по крайней мере, к ситуации в городе. Вот на улице Зайнабишевой расставили портреты прямо в гигантские сугробы. Не знаю, поможет ли это вообще привлечь внимание, но говорят, что на Зайнабишевой экстренно почистили. Так что, дорогие граждане, запасайтесь портретами Мавлиева, втыкайте их где попало, глядишь, это поможет убирать снег. Конечно, катастрофически особенно все выглядит по поводу снега на кровлях домов. В этом году на этом сэкономили колоссально. Никто снег не убирал. Сейчас он превратился в лед, в опасный лед, и падает силой каких-то таких авиационных бомб. То есть, если падает на машину, то крыша практически автомобиля соединяется с полом автомобиля. То есть, тут смертельная опасность. Но, тем не менее, статистику никто не ведет. Я не знаю, сколько пострадало людей от падения снега и льда, но посмотрим, как говорится, ближе к апрелю месяцу. Мы в своем телеграм-канале провели опрос на тему, не пора ли жителям Уфы, конкретно Уфы, создать всеобщую петицию на ресурсе Change.org с требованием отставки нашего экспериментального мэра, в конце концов. То есть, прекратить этот эксперимент и убрать Мавлиева. Результаты любопытные. 8% опрошенных считают, что можно еще потерпеть и дать Мавлиеву порезвиться. 8%. 13% опрошенных верят в то, что петиции ничего не решают и считают их бесполезными. Но абсолютное большинство, 79% опрошенных, готовы подписать подобную петицию, считают ее целесообразной. Ну, как известно, демократия власть большинства, а на наших каналах царит абсолютная демократия. Поэтому на следующей неделе мы запускаем петицию об отставке Мавлиева и надеемся собрать максимально большое количество подписи горожан. Может быть, это заставит наших городских депутатов отозвать Мавлиева с должности Ахабирова, например, может быть, заставит просто уволить этого мэра неудачника, этот неудачный эксперимент. Даже если так не случится, то эта петиция даст возможность жителям Уфы хотя бы выразить свое мнение. Хотя бы почувствовать себя непослушной, скотиной в руках вот этих вот товарищей, экспериментаторов, а людьми с мнением и волей. Это тоже, согласитесь, неплохо по нашим временам, и потому мы запустим эту петицию. Несмотря на то, что многие критикуют подобный подход и считают это ненужным. В общем, мы обязательно будем давать ссылки об этой петиции на следующей неделе. Мы будем распространять ее во всех своих каналах, и на всех своих каналах, и по всем своим каналам. Простите за тавтологию. И мы очень надеемся, что вы нам поможете ее распространить далее. Тем самым мы наберем максимальное количество подписей под этой петиции. Продолжается героическое решение проблемы 68 многоквартирных домов, отрезанных от газоснабжения и, соответственно, горячего водоснабжения. На минувшей неделе премьер-министр правительства Республики Башкортостану долетела куда проблема, Андрей Назаров заявил, что найдено промежуточное решение, и что 30 миллионов рублей будут выделены из фонда капитального ремонта домов на ремонт домоходов в этих злосчастных многоквартирных домах. Но, повторюсь, это решение промежуточное, и такое решение принято в виде исключения. Вообще-то в фонде капремонта средств на подобные работы не предусмотрено. И вообще-то ремонт домоходов должны проводить управляющие компании. Как будет решаться эта проблема в сотнях домов, где ситуация подобная неизбежно состоится и повторится, пока неизвестно. В пресловутых 68-м на квартирных домах газ обещают дать где-то к середине мая, но, как известно, в России обещанного три года ждут. Полагаю, что сейчас будет вестись интенсивная работа с управляющими компаниями, которые начнут принуждать к тому, чтобы они проинспектировали и отремонтировали дымоходы там, где это еще не стало вот такой вот фатальной проблемой. Ну, что же, будем наблюдать за этой ситуацией. Напомню, газ и горячая вода так и не даны в этих 68-м на квартирных домах, но, как говорят чиновники, работа началась. Ну и, конечно же, подписка и лайки. Обязательно подпишитесь на наш канал, если вы все еще не подписаны. Обязательно ставьте лайки, это бесплатно, быстро и абсолютно безболезненно. Ну и комментируйте. Нам очень важно знать ваше мнение, пишите, что вы думаете, что вас не устраивает, или какие-то темы, которые вас интересуют, возможно, мы что-то упускаем. Так что мы всегда открыты для общения.